Кому нужны мои книги? Палитрофический гастрит. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Что бы Вы порекомендовали мне при атрофическом гастрите? Диету я соблюдаю, пью облепиховые овсяные кисель, принимаю препараты, предписанные мне врачом. Что еще можно предпринять, чтобы восстановить слизистую желудка, пью лекарства, что высылает мне тигран, но особый эффект не наблюдаю. Не хуже, не лучше. И что Вы скажете об его лекарстве, стоит ли мне тратить на него деньги? Да, я написал, ответил там, посмотрел, что там врачи написали. Значит, пищевод свободно проходим, слизистая, ровная, розовая, сосудистая и так далее. Заключение. Атрофический гастрит. Вторичный дуоденит. Недостаточность кардинального жома. То есть, значит, этот жом не смыкается. Почему-то вот он стал не смыкаться на то. Читаем дальше. Второе письмо. Я попросил подробнее рассказать, потому что неясно, непонятно, что, что и как. Второе письмо. У меня ишемическая болезнь сердца. То есть, смотрите, атрофия слизистой желудка, а тут оказывается еще ишемическая болезнь сердца. Был мелко-очаговый инфаркт в 95-м году. Были вредные привычки. Сильно пил, курил. Теперь не пью уже лет 15 и 7 не курю. Что кардинальный жом не смыкается, узнал только на ФГДС. Когда появилось жжение в желудке. Это давно, лет 15. У меня еще кифоскалиоз 3-4 степени. Хобл и нейрофиброматоз. Мне 60 лет. То есть, налицо развал организма к 60 годам. Далее. Значит, начинается без причины. Сперва дискомфорт в желудке, потом ночью просыпается от жжения в желудке. То есть, когда человек лежит, одно дело вот. Чтобы сюда попасть, надо преодолеть силу тяжести. Когда человек лег, силы тяжести никакой нет, уже все это заходит. Приму МАЛОКС. Потом начинаю лечение ОМЕС. И через час после еды опять МАЛОКС. И на ночь МАЛОКС. Принимаю курсами ДЕНОЛ и РИБАГИТ. У меня еще идет заброс желчи из 12-перстной кишки. Тогда начинаю пить УЛСОСАН. Тоже курсами. На монопитании уже давно. Утром каша в сына. С льняным маслом и медом. В обед супчик. Полник чай с бутербродом. На ужин рисовую кашу с тыквой. Пью бифидок на ночь. Питание дробно 5-6 раз в день. Еще. А, выслал файлы. Ну, в смысле, вот то, что я прочитал. Еще бывают обострения после того, как пролежу в кардиологии для профилактики. То есть, то лечение профилактическое, которое должно поддержать сердце, вызывает обострение. Три раза лежал и три раза после этого обострения. Ну, колбасу жирная, соленая, острая, копченая, не употребляю, позволяю себе на Новый год бокал красного вина полусухого. Вот, вот такое письмо. Когда организм в таком возрасте изношен в 60 лет, я не буду говорить о том, что какие-то привычки были, что человек там сам виноват. Жизнь такая вещь, что нам хочется все познать. И это попробовать, и то попробовать, и все попробовать. Но я говорю, за все это надо платить своим собственным здоровьем. Вот, пример. Именно вот этим людям, когда начинается простой вопрос и про атрофию желудка, я так просто сказал бы, да и все. И все бы сказал, да. Ага, ну ты там попей, то есть все, или еще там что-то. А тут оказывается еще что-то, еще что-то, еще что-то. Разглажен организм. То есть им мало одного рецепта. Им надо понимать, если естественно не хотят дальше жить, дальше жить и как-то вернуть более-менее свое здоровье, надо изучать науку самооздоровления организма. Поэтому именно для таких людей, вот, мои книги. И как раз я ехал сегодня вот с Ростова и рассказывал об оздоровлении. Что можно действительно вот там молокс попить, или еще что-то, или еще слизистую, как бы сказать, восстановить. На время, на время, как видно из этого, это помогает. Но лечение идет, ты потребляешь эти лекарства, а толку-то нету. Поэтому надо фундаментально заниматься своим здоровьем. Фундаментально. И это в одном рецептике не скажешь. Это не скажешь даже в часе разговора. Это серьезные должны быть знания, которые изложены. Поэтому, если человек хочет выздороветь, хочет что-то действительно подчеркнуть для себя, полезное знать, помимо того, что он профессию приобрел, вот, вот, учился жить, теперь надо учиться. Хотя бы раньше это надо было делать, но никогда не поздно. Как сохранить свое здоровье? Как предотвратить, чтобы организм дальше не разрушался? Для этого надо читать книги. Бесплатно, библиотека. Я уж оплатно молчу, там я за какую-то символическую плату. Вот, и на библиотеку берете и занимаетесь. Вот это именно для вас, чтобы вы сменили всю свою, будем говорить, болезнетворную основу, на которой вот все это лежит. Ваши атрофия, несмыкания, забросы, сердце и прочее, прочее, прочее. То, что вы разрушали годами, десятилетиями, восстановить очень трудно. Но, конечно, можно восстановить. Можно. Но надо знать и надо действовать. Вот для этого в моей книге. А теперь дальше, вот, как я рассказываю, что я там ехал, как я там объяснял все это дело. Это как раз для вас такое объяснение. Ну вот, посетили Лексус Ростов на дому. Посетили, да? Теперь домой. А по дороге поговорим о том и сём. после любого ТО или там надо смотреть всё, что-то всё, кто-то чё-то покрутил. О чём бы я хотел по дороге домой с Ростова на дому поговорить так это о том, что многие не понимают что наиболее эффективно и даёт вклад в здоровье человека что менее эффективно но они-то где-то там что-то слышали и поэтому и поэтому они вот а вот что вот этот вот метод вот тот вот метод или ещё какой-то там метод вот я с вами поговорю на тему наиболее эффективных метод оздоровления организма и наименее эффективных наиболее эффективных наиболее эффективных и наименее эффективных я считаю вот я буду высказывать своё мнение я считаю наиболее перспективным эффективным и ну да и эффективным это методика нормализации организма человека по самым важным параметрам какие-то параметры первое это сознание что бы не было как бы человек там не питался хорошо не двигался там или ещё что-то там такое если у него с сознанием проблемы то все его здоровье пойдет прахом просто-напросто прахом пухом и прахом сложный маршрут надо тут развернуться надо тут развернуться ё-моё ну вот подлез вот выпускаешь хорошо спасибо то есть не лады с сознанием не знание его закономерности как им управлять приводит к тому что получается таки плачевный результаты я совсем недавно смотрел такой фильм пловец там был очень физически ну вообще можно так сказать по здоровью необычайно одарённый и здоровый здоровый могучий человек а именно он 6 минут наспор задерживал дыхание нырнул в бассейн там с черепахами это где-то было там в Батуми и просидел этот секундомером там никто не верил это ещё было в царские времена потом приехал английский пловец который там в 1900 годах в начале 1900 он переплыл Ла-Манш и вот этот мужчина грузин он говорит а я переплыву два Ла-Манша что там мне переплывать эти два Ла-Манша и он сразу же как только сказал пошёл в воду и поплыл плыл два с половиной дня не дня а суток день ночь день ночь и на следующий там он вышел представляете вернулся назад и говорит вот я переплыл а ему говорят нет ты не переплыл тебя видели что ты там вышел что ты обманщик ты лгун начали над ним смеяться и вот всё это привело к тому что он не справился со своим собственным сознанием стал выпивать зашёл в туннель где ездили поезда и случилось то что случилось его не стало видите как то есть от природы человек ничем особо не занимавшийся нет ну он конечно там занимался задатки были ну вот представьте себе 6 минут под водой так взял нырнул и всё и пробыл плюс грести плыть двое с половиной суток здоровье здоровье а сознанием видите не лады ну ты главное сам себе доказал доказал что ты можешь а верят верят они не верят это уже это уже другое вот так что вот мое мнение такое для того для того чтобы не бороться там с той или сыной болячкой а сразу оздоравливать весь организм в результате этого оздоровления болячки начинают отпадать сами собой как шелуха разного рода причем болячки такие казалось бы или связанные друг с другом но тем не менее это первое с помощью очищения организма нормализация внутренней среды мы практически не знаем насколько наша среда она то и должна быть постоянно на одних и тех же как бы сказать здоровых параметрах она действительно и поддерживается организмом так называемый гомиолостаз это обеспечивает и вот как раз врачи физиологи говорят а что там очищать у нас все очищается само собой поддерживается постоянство внутренней среды поэтому все эти вот разговоры о чистке организма там и прочее прочее это все не имеет никакого смысла мол организм сам обеспечивает постоянство внутренней среды да организм обеспечивает это постоянство внутренней среды но важен пример важен такой яркий понятливый пример одно дело вы живете в чистой уютной квартире вам в ней жить легко и приятно да вы живете легко и приятно радостно все там знаете стекла чистенькие полы блестят свежий воздух форточка все это там работает там мебель шмебель там радует глаз и теперь представьте себе я думаю что некоторые из вас заходили в такие в квартиры в которых окна давным давно не мылись полы грязные по углам паутина там все вот так вот 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 короче сплошной бар так сплошной бар так но тем не менее там живут там живут то есть протоптали там тропинки от кровати там допустим к туалету кухне на выход то есть и там поддерживается жизнь важно понимать что как в хорошей квартире где вы живете поддерживается жизнь постоянство обеспечивается так и в той в которую вы превратили в какую-то перлогу там тоже поддерживается все это постоянство вы ходите вы живете но вот вот это вот качество жизни вот в этой вот новой чистой квартире и в той что уже вы захламили и загадили разное качество да так вот точно и в организме когда он у нас допустим 20 лет юный молодой чистенький свеженький все знаете в нем горит и так далее и взять того же человека которому уже там допустим сорокет или полтосик совсем другое качество жизни и это качество жизни во многом зависит от того насколько вот его квартирка собственная стала захламленной да он там живет но вот качество жизни и когда мы с вами с помощью очистительных процедур не столько нормализуем внутреннюю среду а мы просто напросто вот действительно очищаем организм и тем самым создаем предпосылки для его более нормальной работы одно дело опять-таки жить вот в чистой квартире легко и просто и другое дело жить в квартире с охламленной нечистой немытой покрытой паутиной разница да то есть наш организм тратит вот тут важно понимать определенные усилия на то чтобы среди вот этого хлама более менее еще как-то жить видите важную вещь вы понимаете более менее как-то жить и как только мы с помощью очистительных процедур о чем говорят древние целители значит первое очищаем кишечник особенно толстый кишечник вот там то вот иск скапливаются разного рода шлаки то есть вот зависит от работы толстого кишечника далее далее очистил толстый кишечник уже вот эти вот внутренние токсины шлаки и так далее вот это все что там находилось они уже не поступают к нам в кровяное русло и тем самым организм не тратит свои собственные усилия на то чтобы их обезвреживать вы чувствуете обезвреживать для того чтобы поддерживать постоянство внутренней среды в новенькой квартире да никаких усилий не надо потому и организм и силен и другое дело поддерживать те же условия в захламленной квартире надо постоянно что-то делать для того чтобы ну вот чтобы более-менее что-то было вот так точно и в организме не зашлакованный молодой организм работает на все сто процентов допустим у сорокалетнего уже допустим процентов двадцать это сорок его жизненной энергии уходит на то чтобы те шлаки которые накопились там в толстом кишечнике во всем организме как-то их обезвредить чтобы чтобы вот этот гомеостаз работал нормально ясно вот это вот то есть мы не поддерживаем внутреннюю среду мы совершенно иное делаем мы облегчаем работу организма по поддержанию внутренней нормальной среды организма по поддержанию вот этого внутренней среды организма в нормальном состоянии вот в чем дело далее значит это толстый кишечник вы можете далее от толстого кишечника который мы очищаем с помощью клизм одна из лучших процедур с помощью клизм очищать мы идем по ходу крови откуда кровь попадает от кишечника то есть куда она первым делом несет вот эти вот все эти там вещества и нужные и ненужные и она их пропускает через печеночку печеночка понимаете печеночка значит а у печеночки помимо того что она обеспечивает разного рода обмены веществ это главный как бы сказать помимо того что главный фильтр в первую очередь который кровь от всего чужеродного очищает идущую с кишечника он вообще играет огромную роль в нашем кровообращении то есть без того чтобы нормализовать работу печени мы с вами не добьемся того что хотим а именно чтобы у нас было нормальное кровообращение чтобы было нормальное кровообращение надо почистить подшелночку для того для того чтобы были все обмены веществ в норме действовали в норме опять таки надо почистить нам печеночку гормональный обмен тоже там то есть практически весь организм как говорили древние печенка наша царица старшая все завязано на печени и вот приведи ее в порядок с помощью вот этих простых процедур очистительных мы сейчас не будем говорить ни о желчном пузыре ни о камнях и так далее мы говорим о печени приводим ее в порядок с помощью проверенных давным-давно на практике очистительных процедур особенно по Татьяне Буревой все сделали привели ее в порядок у нас сразу же организм начинает работать совершенно по-другому как в той далекой молодости когда мы об оздоровлении и и не задумывались потому что у нас все работало на ура а у некоторых и даже в том возрасте они не чувствовали что нормально работает вот далее что у нас нам надо очистить внутренние среды организма а именно что это за внутренние среды организма жидкие особенно среды это кров далее это межтканевая и межклеточная жидкость и внутриклеточная жидкость значит внутри клетки клетка также как бы сказать заинтересованы и поддерживают постоянство своей там внутренней среды там особые механизмы работают и как бы сказать как бы мы не хотели там совершается совершается все нормально но вот что касается среды которая окружает клетку то есть межклеточная жидкость через которую осуществляется питание и выделение из клеток то есть в клетку вещества идут и вещества идут из клетки вот тут-то в этой вот жидкости и разыгрывается все и заключается в основном бумаги наше здоровье наша выносливость наша сила наше здоровье наша молодость красота и так далее по мере того как мы очистили кишечник толстый кишечник и печенку мы тем самым одновременно начинаем и в этой области работать но можно специально еще поработать для этого особенно хорошо подходит голодание голодание допустим на дистиллированной воде да вообще голодание просто на воде способствует тому что поток выходящий из организма веществ превышает поток тех веществ которые выходят в клетку то есть идет такое классное очищение здесь вот очень эффективен и хорош в разных там вариантах сочетания там но главное чтобы он более-менее был такой регулярный особенно в начале так чтобы человек хотя бы голодая раз в недельку 24 часа он проголдал так годик то есть не надо думать что все так быстро там совершается нет вот шлакоемкость вот наши наших этих жидких сред особенно вот это вот среды между клетками и кровью межклеточной этой жидкости она огромная ну ее вполне можно очистить вполне все это можно сделать вот тем самым мы уже добиваемся качественно иного состояния организма наша жизненная энергия ранее тратившаяся на то чтобы обезвреживать и выводить шлаки и поддерживать более-менее сносное жизненное состояние вот во всем этом болоте перестает работать в смысле шлаков меньше энергия теперь не тратится эта энергия как раз идет на то что человек начинает себя чувствовать более здоровым более выносливым более бодрым более сильным более молодым более гибким более-более-более-более юным в конце концов вот что это делает и те заболевания а все практически заболевания основаны на том что у нас ненормальная внутренняя среда опять-таки не с позиции того что поддерживается вот это постоянство а то что это постоянство должно поддерживаться за счет каких-то огромных усилий организма монетаризации разного рода токсинов шлаков паразитов и прочих 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 вещей то есть наша жизненная энергия вот 100% этой жизненной энергии в юности она вся тратится на то что мы вот это горцуем не знаем куда нам как бы сказать силу девать а у пожилого возраста она тратится большая часть на то чтобы просто обеспечивать процесс жизни в организме вот эту вот разницу чтобы почувствовали и понимали о чем я говорю и чтобы вас никто не сбивал с толку потому что сейчас столько всевозможных толкователей которые сами запутались до этого не работает это для работы и так далее но не будем уходить в сторону чтобы не растекаться по траву вот то есть когда мы лет в 60 тратим примерно 40% своей жизненной энергии на то чтобы просто напросто нейтрализовать то дерьмецо которое мы с вами нажили и скопили вот в этих всех средах организма в разного рода то естественно у нас особо сил нет у нас просто хватает жизненной энергии чтобы более менее как-то жить но нам уже не до этих самых не до того чтобы так сказать погорцевать но если мы с вами очищаем организм то мы обнаруживаем что у нас откуда-то берутся силы откуда они берутся да как раз они берутся за счет этого процесса что я объясняю мы уже можем допустим и парцевать немножко то есть у нас качество жизни меняется меняется в лучшую сторону меняется в сторону более молодого организма который мы там имели раньше а то может вообще не имели потому что он у нас уже был там зашлаков это это я все хорошо увидел вот можно знаете теорию разводить так и сяк там вот поль брех как он там наглядно видел все эти шлаки он собирал мочу каждого дня голодания допустим голодает там 7 дней вот за первый день собрал мочу баночку поставил во второй третий четвертый пятый седьмой поставил моча отстоялась и он видит осадок вот это как раз и выходят те шлаки когда я голодал различные сроки особенно то что я записал там сорокосуточное голодание свое то там через кишечник постоянно ежедневно на тридцать пятый тридцать шестый седьмой восьмой сороковой сорок первой сорок вторые сутки выходила с меня в тюрьму откуда набралось если я не ем то есть его не так и много было но это были своеобразные такие как бы сказать шлаки своеобразные они не похожи были на накал это нечто иное было нечто иное непонятно я гуля обогнал но это выходило о да мы поехали по новому мосту сделали мост более высокий нежели там были два моста а те что начнут разбирать ага вот еще едем по мосту через зекут узлом то есть вот эти вот вещи что я перечислен они дают самый мощный эффективный и как бы сказать вот такой фундаментальный вклад в здоровье то есть тем самым мы обеспечиваем фундамент а далее далее уже начинают работать другие средства ну например такие как питание с помощью которого мы закрепляем очистительный эффект то есть мы правильно питаемся для того чтобы эти шлаки опять у нас не возникали для этого особенно подходит раздельное питание питание с учетом совместимости продукта вот совместимости продуктов для того чтобы пищеварение было легким некоторые там предлагают и почки там почистить но если там нету никаких знаете конгломератив то можно этим делом и не заниматься но в любом случае облегчение вернее снятие вот этой вот токсической нагрузки с организма которую он накопил в течение лет долгих лет своего существования приводит к тому что и почки работают лучше и вообще все работает гораздо лучше то есть это еще вам рассказывают для того чтобы вы ясно понимали что именно должно там очищаться уходиться нормализоваться потому что когда человек это не понимает он все что угодно начинает спрашивать а вот это а вот то и причем спрашивает вот придет мне на ум сейчас за дорогой слежу впереди еще едет милиция с мигалкой надо и на дорогу смотреть и соображать поэтому я поплетусь за этой машиной не спеша посмотрим куда мы что же не спешим вот то есть ясное представление о процессах которые происходят в организме на что мы должны повлиять в первую очередь на что мы должны повлиять на вторую очередь для того чтобы здоровье начало к нам возвращаться и с помощью чего следующий вопрос это наше сознание работа с нашим сознанием потому что именно сознание через все эти тонкие тела плюс нервную систему влияет на весь организм все у нас на мышцах все у нас на на схавынктерах так называемых и в зависимости от нашего эмоционального состояния у нас возникает либо напряжение либо расслабление либо более менее нормальная работа и расслабление и напряжение это тоже точно важно понимать на что сознание влияет то есть вот этот тонус тонус может быть такой что у нас все там спазмировалось у нас спазмы судороги больно возникают вот такие болевые вещи либо чрезмерно мы расслаблены у нас нету сил а вот должен быть вот такой то есть свое сознание мы должны держать под контролем под контролем помимо ума который вот и органов чувств вот я сейчас слежу за дорогой с помощью органов чувств мой ум анализирует что тут творится плюс еще я должен сообразовать что сказать так вот этот ум он должен контролировать еще эмоциональное состояние как бы смотреть смотрящие со стороны вот кто-то со стороны смотрит за вами и оценивает ваше состояние сознания с позиции эмоций мыслительного процесса и прочее 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 мы должны все это контролировать если человек это не контролирует то тогда начинаются такие вещи что вот он как пловец из-за того что его посчитали луном все взял и напился и уже в пьяном виде вошел в туннель где его сбил поезд и так оно происходит на самом деле а зачем нам надо нам надо из жизни вынести опыт который бы способствовал нашей трансформации опыт уже способствует трансформации то есть перестройки нашего сознания нашего тела он способствует уже перестройке здесь можно стать родившись не с особым таким здоровьем под старость приобрести большее здоровье которое мы там допустим имели даже в юности за счет вот этого вот то есть слежение контроль со стороны ума опять таки за нашим собственным умом и сознанием эмоциональным состоянием это должно быть противном случае все наши потоки оздоровительные просто она просто разобьются а наше несовершенное сознание и вообще для того чтобы узнать себя вот я очень много времени особенно последнее время посвятил этому вопросу чтобы понять как работает сознание кстати я что-то тут увлекся машина едет а тут камеры стоят представляете ДПС на свою стоянку став далее что я делаю с помощью того же той же ходьбы оказывается так как мы с вами организмы которые существуют в той или иной среде и мы имеем такой организм такое тело которое максимально приспособлено к этой среде причем приспособлено не в каком-то этом пассивном состоянии а именно в активном состоянии чтобы мы могли с ней взаимодействовать и вот это вот как раз состояние называется ходьба и оказывается именно с учетом ходьбы наш организм приспособлен к наиболее лучшему проявлению своей жизненности то есть у него все заточено на то чтобы с помощью движения работали там мышцы работало там дыхание работало там кровообращение и прочее прочее то есть все построено на движении хотим мы того нет мы имеем две ноги две руки там туловище мы значит своими конечностями должны двигаться если мы двигаемся они у нас усыхают просто на просто берут и усыхают это называется атрофия то есть атрофия тут трофос питания атрофос отсутствие питания отсутствие питания которое обеспечивает движение ведет к тому что это функция что этот орган исчезает в данном случае руки ноги не нужны они высыхают и остается так точно и наш организм хереет вот поэтому необходимо движение это уже движение да что я говорю вот многие говорят насчет я смотрю дыхание по бутейка видят в этом нечто такое что что оно одно даст им супер здоровье вы знаете вот в теории если так взять в теории как изложил бутейка это это мнение самого бутейка никто его так я вот не слышал чтобы знаете особенно когда человек добивается там супер каких-то вот этих пауз задержек накопления нервной кислоты чтобы чтобы что-то такое было я как-то этого особо не не слышал ну просто чисто теоретически так допускаю что это может быть но для того чтобы выйти там на контрольную паузу задержки дыхания там больше минуты как-то примерно где-то минуты три супер дупер чтоб все это было это надо проявить большую волю большое терпение и затратить много времени причем дисциплинировать себя потому что это дыхание требует дисциплины регулярности что невозможно без дисциплины что его вот в массовом порядке практически никто не выдерживает за редким исключением за очень редким исключением а нам же такое не надо а редкое исключение нам надо чтобы это можно было применить в массовом порядке и применить так чтобы это как-то нас не напрягало и вот то что он перечислил очищение там последующее питание движение и работа сознания все это обеспечивает оно так и должно быть и это может выдержать и применить практически каждый человек а не только какие-то избранные люди погнавшиеся за сверхспособностями тут тоже вопрос но просто я не хочу это поэтому вот выбирая инструменты для самооздоровления надо понимать с каким из них вы можете справиться с каким нет какие инструменты вам дают наибольший эффект а которые вот наименьший вот я примерно так вот перечислил основное далее конечно идут там частности там ага вот только одно там питание там сыроедческие рационы и как там будут экологически чистое там питание вот эти все овощи собранные ну это знаете естественно в идеале даст свой эффект несомненно но насколько он будет отличаться там от смешанного питания ну трудно сказать отличаться там будет несомненно но я думаю не настолько вот я и питался и так и сяк как хотелось бы потому что все таки в здоровье и продолжительности жизни там играют несколько иные вещи в суммарном в суммарном мы еще не говорили о таких вещах как взаимодействие там с тонким миром потому что есть люди ага то есть ведущие показывающие себя там как как злодеи там естественно все это на них будет отражаться и об особо там продолжительной и какой-то там радостной жизни говорить и не придется в общей массе потому что везде бывают какие-то свои частности и человек говорит а вот тут ничего не делал ничего не это а он смотри там 90 лет прожил курил бухал блудил а то то а все на некоторых актеров ссылаются что он тут придерживался того и сего а вот он заболел и умер всему свое вернее на все есть свое обоснование почему что и как кое-что для нас ясно открыто кое-что для нас не ясно и поэтому мы там начинаем гадать начинаем там думать начинаем еще что-то предположение делать такие всякие сейчас автобус будет обгонять здорово автобус тоже касается и голодания вот некоторое голодание голодание чтобы голодание дало эффект это должно быть какая-то система хотя бы сутки раз в неделю и причем ну хотя бы в течение месяца в трех чтобы что-то такого почувствовали а желательно вот если вы будете конечно побольше голодать тут уже такая как бы сказать эмоциональная нагрузка на организм а выдержите ли вы эту программу то есть это как в спорте получается можно тренироваться три раза в неделю по полчаса там и иметь такие результаты ага если вы будете тренироваться не по полчаса а по часу вы будете иметь уже там иные результаты а если вы хотите еще что-то больше значит тогда придется тренироваться еще больше и не три раза в неделю как вот чемпионы которые добились а три раза в день и в течение шести дней как вам это подготовка вот так точно и в здоровье как-то должно быть все так сбалансировано чтобы вам было интересно и оздоравливаться и жить и это все взаимно сочеталось взаимно друг друга дополняло вот тогда будет хороший эффект ну вот примерно все что я вам хотел сказать на эту тему да а что касается вот применение там различных таких веществ вот как сода допустим тот же керосин тот же тмин который применяем или еще только что-то такое одно то опять-таки эффект будет но не тот на который вы рассчитываете максимальный эффект будет тогда когда все это сочетается что вы и то и то а потом только хоп там курс сон и сделали тара тата ага там своевременно там весной осенью пропили керосинчика чтобы там паразитов особо не было ну вот примерно так на каждую из бесед имеется это я уже знаю запал энергии запал информации которые знаете хочется изложить и когда он изложен исчерпался уже как-то найти вторую тему для всего это довольно-таки сложновато а тем более я тут с утра беседал на тему оздоровления с одним человеком объяснял сейчас сюда ехал с другим человеком ему там объяснял и сейчас вот я проехал еще вам объясню кстати посмотрю тут еще работает камера работает вот ахахахахаха ну вот пожилой сюда я возвращаюсь домой можете посмотреть как тут идет возвращение вон был террикон видите как его уже растащили из него делают шлакоблоки автобус который меня обогнал ну я хочу дальше машинка прекрасно идет прекрасно идет все это значит что тут мне фары они подрегулировали чтоб больше вниз смотрели якобы из-за того что стекло у меня стало там мутным видите стекла фар мутнеют из-за этого она стала светить как-то получше но и повыше вот сделали пониже и прочистили салон вернее систему климата климат-контроль обеззараживание какой-то баллончик поставили и все это засавшивало в воздух прогонялось бактерии гоняли ну ладно включу музыку а то я как-то затасковал уже знаете что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести пожалуйста обращайтесь ко мне на мою электронную почту цены вас приятно удивят плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас